добрый день дорогие друзья сегодня хочу вам рассказать о том что такое иммунитет чем он определяется и самое главное конечно как поддерживать его на достаточно высоком хорошем сильном уровне а кстати на эту тему у меня в школе здоровья есть вебинар вы можете по ссылочке под видео пройти на этот вебинар и посмотреть там я рассказываю все еще более подробно иммунитет это способность нашего тела бороться с окружающими нас чужими существами с инфекциями всевозможного рода это могут быть вирус на это могут быть бактериальные это могут быть грибковые это могут быть там всевозможные паразиты которые могут нас жить то есть куча куча всего в этой в этом мире живем мы не одни вокруг нас куча других форм жизни которые тоже живут здесь же рядом с нами соответственно естественно они как-то пытаются проникнуть и в нас тоже и вот для того чтобы предупредить развитие избыточное развитие вот этих чужеродных микроорганизмов в нашем теле и существует такая функция нашего тела который называется иммунитет иммунитет является частью адаптационной системы адаптация это способность компенсировать все влияния внешней среды то есть есть человек есть внешняя окружающая среда и частью этой окружающей среды являются вот эти самые чужеродные микроорганизмы которые нас окружают и вот иммунитет как раз часть адаптационной системы которая препятствует размножению вот этих чужих в нашем организме вот что такое иммунитет как он определяется чем он определяется ну элементарно просто мы уже с вами говорили что существует клетки нашей крови лейкоциты которые и осуществляют этот самый иммунитет эту защиту нашего тела от проникновения чужеродных всевозможных микроорганизмов вот как это осуществляется ну элементарно просто есть такая поговорка а нет это из стежков по моему огня борту да мы с тамарой ходим парой санитары мы с тамарой вот наши иммунные клетки тоже ходят парами есть лейкоциты которые осуществляют идентификацию своих и чужих клеток а есть лейкоциты которые убивают чужих вот они ходят парочкой всегда и соответственно тот кто осуществляет идентификацию подходит они вот о клетке так чьи это клетки свои или чужие если чужие значит тот который убивает он начинает их убивать так называемые лейкоциты киллеры они убивают чужие клетки и таким образом осуществляется защита нашего тела от чужеродных микроорганизмов но хитрость чем а хитрость том что всевозможных форм всевозможной вот этой микро жизни вокруг нас множество и к сожалению все они живут и в нашем теле потому что невозможно находясь в этой среде быть свободным от этой среды конечно они все в нас есть но проблема заключается в том что воспалительный процесс и как бы негативное влияние вот этих микроорганизмов на наше тело возникает только тогда когда они возникают в избытке и наше тело не имеет возможность с ними справиться укротить их там прижать к ногтю поэтому наше тело это своего рода такое многоквартирное общежитие и каждая вот эта инфекция должна жить в своих квартирках а по коридору между квартирками ходит страж порядка который называется иммунитет вот эти самые иммунные клетки и лейкоциты которые и осуществляют контроль чтобы все сидели по своим квартирам и нос не высовывали к сожалению здесь очень часто возникают проблемы почему потому что люди не понимая к сожалению врачи тоже многие не понимая что нельзя освобождать эти квартиры от их обитателей почему потому что свято место не было пусто не бывает как только вы какую-то квартиру освобождаете от жильцов эту квартиру займет кто-то другой более наиболее сильно форма инфекции которые вас находятся но чаще всего это грибки поэтому когда есть существуют некоторые такие направления в медицине там борьба с паразитами в каждом из нас есть какие-то паразиты не бывает человека без глистов в каждом обязательно есть какие-то виды глистов задача не в том чтобы их убрать чтобы их не было задача в том что они должны жить по своим квартирам если так оно все есть слава богу этим занимается иммунитет хороший сильный иммунитет замечательно так и должно быть но если человек начинает пытаться а у меня глисты о давайте-ка я буду выводить глисты начинает бороться со своими глистами которые на самом деле его никак не беспокоили то что он делает он освобождает квартиры для других форм жизни и другие формы жизни занимая другие квартиры усиливаются и они уже другие совершенно не глисты начинают поражать это тело потому что иммунитет за счет того что они усилились уже не может с ними справиться поэтому заранее для профилактики уничтожать кого бы то ни было любые формы жизни не надо вы этим сделаете себе хуже вы не глистов убьете вы сами себе подорвете иммунитет ваш иммунитет не сможет справляться с теми формами жизни которые у вас будут потому что вы тем что вы ослабили одних вы усилить и другие вот как это все делается подвод поэтому нужно просто-напросто поддерживать иммунитет на хорошем высоком сильном уровне а поскольку иммунитет это часть адаптационной системы адаптационная система как мы уже говорили зависит напрямую зависит от энергетики человека значит единственный самый правильный способ поддержание укрепления иммунитета это активация энергетики самый лучший способ это физическая активность и мы знаем что спортсмены болеют болеют очень редко более простой способ это активация чакр просто прокручиванием их вот ну и средний такой способ между тем и другим это всевозможные атипичные дыхательные техники атипично ненормально нет не стандартное дыхание всегда тоже является активатором нашего иммунитета то есть можно использовать одно или другое или третье или то и другое третье вместе пожалуйста и еще есть один такой нюанс иммунитет как мы уже говорили бывает местным то есть клетки иммунные в каких которые находятся в тканях и гуморальным то есть те же самые иммунные клетки которые находятся в крови соответственно если возникает где-то какой-то воспалительный процесс возникает он потому что местный иммунитет не справляется с той инфекцией которая там там находится что нужно сделать чтобы усилить иммунитет правильно расширить сосуды увеличить приток крови к этому месту тогда вы усилите местный иммунитет гуморальным и организм справиться с этой инфекцией вот как все просто делается и вот как вы сами можете создать себе хороший крепкий надежный иммунитет на самом деле повышение температуры нужно не для активации иммунитета а для убийства вот этих самых микроорганизмов и конкретно это относится к тем микроорганизмам которые проникают внутри клеточна то есть у нас есть чужие которые живут где-то там в протоках в кишке там еще где-то а есть чужие которые могут проникать внутрь клетки и естественно поскольку внутрь клетки иммунные клетки попасть не могут вот то так там иммунитет внутри клетки не работает то есть иммунные клетки не могут убить паразита который попал внутрь клетки потому что они сами туда не попадают и единственным способом убийства вот этих чужих которые правы проникли внутри клеточна является повышение температуры вот и вот температуру 40 41 она как раз но выше 39 она как раз является той температурой которая и убивает вот этих чужих которые проникли внутрь наших клеток вот в чем хитрость не она не эта температура не повышает иммунитет она убивает тех кто туда проник вот для чего она нужна поэтому очень часто приходится встречаться с людьми которые говорят да я вот обычно не болею но там раз пять лет у меня бывает а будут вдруг температуры там 39 40 он повысится там подержится какое-то время и уйдет это и есть как раз способ борьбы нашего тела с вот этими проникшими внутрь клетки чужими отношение к антибиотиков двоякое с одной стороны при необходимости то есть когда действительно существует какая-то необходимость применения антибиотиков однозначно нужно а с другой стороны у нас антибиотики применяются неправильно направо и налево и к сожалению очень часто применяются при лечении вирусов антибиотики это препарат который убивает бактерии на вирусы он не действует но у нас зачастую врачи назначают антибиотики при вирусных инфекциях это конечно бред это убийство человека а никак не вирусов переходите по ссылке в описании под этим видео чтобы записаться на бесплатный вебинар на котором вы узнаете всю правду о болезнях и научитесь самостоятельно с ними справляться о самых целеустремленных готовых взять ответственность за свое здоровье в свои собственные руки я приглашаю в клуб школы здоровья на котором я научу вас справляться со своими заболеваниями если вам было полезно это видео я прошу вас поставить лайк потому что тогда и другие люди будут его видеть больше а также подписывайтесь на канал здесь я несколько раз в неделю рассказываю об уникальных методах самостоятельного восстановления своего здоровья